соскучился по нашим сладким девочкам фоножи вообще самом деле все мои мысли были только а настюшки самый яркий персонаж из увидел на тина и вот эти остальные девчонки конечно сегодня имена помню да знаешь когда в сердечко попадает азоваться я хочу запомнить сумасшедшего короче понеслось я вижу что вам зашло нам тоже будем вместе прям супер нам очень нравится сейчас какие-то задания как я поняла будут давать по женственности прекрасные сны я там на богамах на богемах как там и тут не смотря вот реально зря мы на нас 5 но опять же голосование мы вы и мы сделали голосование но 5 говорят с комментариев самый наигранный то есть 1 2 до 1 по 4 ну да просто просыпается актриса боя шоу она все равно наигранное там есть постановочные я понимаю но здесь она прям особенно чувствуется пусть говорят которые выходят я очень хочу мужского женского смотреть я я не знаю я люблю таких людей мне нравится дворецкий ход ключ который ответит на самый главный вопрос что вас ждет впереди из этого путешествия уже никто не вернется прежним ключ напоминает какую-то знаешь полосу препятствий для лагеря вот дом арендует не знаю старшеклассниками вот выезжаешь своим классом своей группы сидишь там тусуешься неделю для этого путешествия уже никто не вернется прежним ключ у меня интригующие ксюша сини а у них у всех синих они шпанишь типа они дрались но они в прошлой серии друг друга избивали и много пили вообще мне всегда пугает три точки какие новые слушали мы так и не поняли всем собирается подъезжают к нам автобус и куда-то нас увозят пацанковоз усадьба какая-то нас еще сломается раскусится мы с тобой также в этом тупили нас отвезли пацанки не нас потом от мудух или мы мне кажется просто оттуда уезжали бы да я бы ушла оттуда в первый же день когда меня я бы не смог с настой тягаться все я это она она сильнее вообще всех вообще стрёмное место на самом деле ну что ты тут бомжатники в каком-то ой вот ваши хаты лучшие ухо это белая психобольница 19 век кстати классное место атмосферное для вот знаешь для фото для фото тогда вообще идеально а может их и фоткать как раз будут ну это же первый шаг к женственности это инста ой 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 не я туда не пойду какая атмосфера ну как фильм ужасов там по-любому нас пугать будут а я не могу я не хочу мне стремно а а как вот мы словили этот кадр он и так от мудуха она как будто с усами выделишь разбили ей всё лицо жесть бедная хоть по одному не такое себе очень атмосферное место каждому своё поэтому нас по одному и пустили у меня стрёмно прям очень я боялась что там будут змеи это могут быть какие-то наркоманы алкаши еще что-то там есть все они наверное будут типа как-то бороться со страхами такое испытание но не все боятся же домов с крысами что вероника жукова это предыдущий участник каждый наверное типа у урны с их именами трэш да я вероника зовут я не знаю не пойду туда и потом 14 августа 2034 года в палате больницы в полном одиночестве скончалась вера все понятно вот так вы умрете в бомжарне но она умерла из-за криминал канал криминал ее никто не навещал не дочь которая уехала от нее в другой город не бывший муж который ушел несколько лет назад из-за ее образа жизни дочери нету дочери нету дочери ну вроде не было детей она она просто с мужем своим он он ей дает задание она не хочет выполнять нет я помню стресса у вероники развилась онкология которая не оставила ей шансов на жизнь на фоне стресса такое бывает типа ты вот на экзаменах перенервничал и все рак почек от стресса я первый раз такое слышу не я вообще я них и я не шарю в этой теме есть какие-то клетки я знаю как рак работает от стресса нет хотя ну да стресс вызывает у тебя что угодно может спровоцировать падение удар стресс что ну типа не знаю мне кажется просто пока они учатся мудоху и друг друга уже можно рак получить грубо говоря тебя зашил король личную трада надо делить личную трагедию их отыгрыши с отыгрыши мне смешно трагедии нет они также переживают но и все равно нужно отыграть эту эмоцию у нее татушка пацанка не знаю не заметила может быть присмотрись кто это суша блять просто какой-то разваление нахуй хуй блюдо на какая-то потолка падает поворачиваю свою прекрасную головку светлую что такое красивое у меня разная реакция у людей ксения прокофьева девушка которая всегда гордилась тем что много бьет и живет в свое удовольствие 17 марта 2034 года была найдена в заброшенном здании неправда я жива я в этом здании жива тридцать четвертый год тридцать четвертый год сколько жить и жить и 10 лет кайфовать вообще нормально вот вы сами чем выбираете а 10 лет ярко красивой жизни или вот влачить свое жалкое существование 40 лет по-моему от не сильно ее планом противоречит да она такая блин я три за четвертый год я до тридцатого планировала даже совсем блять об дерево нахуй я еще жива блять еще всех вас переживну врачи правильный настрой хороните меня вы сами учителя завтра копыта отбросите онкология она никого не щадит поставили диагноз передозировка я блять выжираю там 8 политрушек пива блять ничего нормальное блять это же не передоз могу водки сверху ёбать все у меня хорошо ужас какой 3 января 2025 года на трассе близ Иванова был найден труп Тины Франк очевидцы утверждают что уже бездыханное тело выпало из кабины фуры дальнобойщика нет ого то есть по их логике ее убил дальнобойщик и выкинул ты поняла как это сработало короче проститутка на трассе она же стриптиз танцует вот я тебе ну типа сначала ты украл яблочко а потом блин лимузин не знаю ну вот типа ты сначала стриптизерша а потом внезапно ты проститутка но можно наверное какую-то корреляцию это ну причем проститутка не просто какая-то вот которая работает остальнобойщиками а там вышла на трассу да настолько вот она отчаялась ну как-то очень стереотипно причем ну наверное просто ты сидишь когда ну готовишь такой ну давайте посмотрим какие карьерные виды ожидают Тину сначала она стриптизерша потом она вот приватки какие-то танцует потом ее начинает лапать она привыкает и дальше она все на трассе окей логика ну понятно в целом понятно нет нет это ничего я не буду смотреть все гарантии надо мной никто кстати не проверил не раскрыла что там внутри вообще давай фантазировать кто как умрет Настюшку убьют на боях Настюшку на боях убьют да на что бой без правил да подпольные бои его прям убьют типа ну выстрелят в нее мне кажется ну забьют до смерти мне кажется он даже от выстрела не умрет ну че блять делать очень больные что ли вряд ли жёстко вряд ли сегодня ночью в реанимации скончалась Ася Митронина съев накануне пачку таблеток к этому шагу девушку подтолкнул второй аборт который она сделала по принуждению мамы и молодого человека предсмертной запиской Аси стал твой в соц. сетях ну это жёстко на видео девушка в слезах говорит о том что ненавидит всех людей и ей больше нечего здесь делать я не хочу так забыть я не хочу умирать я хочу нормально жить как все люди ну про аборт это жёстко было как то бы злой Рок сопровождал с семьёй инжелике Лужанской всю ее жизнь О, Костян. Измасилование и убийство сестры. Самоубийство брата. Смерть матери. Анжелика так и не смогла смириться с болью, которая убивала ее день за днем. Вчера, 19 сентября 2028 года, было найдено ее повешенное тело. Ой, жесть. В очередную ночь сна... Ладно, ну это... Ну это ужасно. Ю-ку. Ладно, ладно. Ладно, блин, все, мне они, значит, мне... Дали стекло поставили. Да, просто поставили, его там не было. Ой, все, ладно, все. Да, все, это постанова. Я только вот вникаю. Да, да, да. Только вот проникаю. Мостол Викторию Лазутину избили местные хулиганы. Что возлюбило? Летальный исход. На, ну, бред, быть такого не может. Мы, а, девчонки, которые вот так вот реагируют. Пошли, я вас... Ву-ву-ву, пошло в жопу. Набрали где-то там со стройки. Я вас не переживу. Пока, Вика, отдыхай тут, блядь. Лена, смешная. Мне кажется, это впечатлительная будет. Да, мне кажется, нет. 23 февраля 2030 года труп Веры Дувановой был обнаружен в ее камере. Отбывая срок за умышленное убийство, Вера не смогла найти общий язык с сокамерницами и проиграла драку за жизнь. Впрочем, с Верой всегда было непросто всем. В юном возрасте она уже совершила непреднамеренное убийство. В 18 лет я убила человека. Нам же не всех раскрыли. Нам ее не показывали. Йооо, показывайте. В бабушке был мужчина, он бухал как черт. Да, он выпивал, он постоянно лез ко мне драться. Просто замахиваться и с криками, я тебе сейчас убью, сука. У бабушки? Да. Бабушка нашла себе парня. Ну да. И он нажирался. Бабушка, может, молодая, может, ее родили, блин, бабушка родила в 15. А, ну да, бабушка. Ее родили в 15. Это могла быть 45-летняя бабушка. Даже 50. Видишь, у нее в глазах просто агрессия. Мне страшно, я не знаю вообще, что мне делать. Я бегу на кухню, беру нож. И так получилось, что я его оттолкнула, руку отпускаю, а ножка не падает. Типа, ну, он все, он в теле как бы. Йоо, жесть. Вот я хз, что делать с такими ситуациями? Это не преднамеренное убийство. Это убийство под самозащитой. Это самозащита, состояние аффекта, вот это вот смягчающее обстоятельство. Я это вообще не понимаю, как законодательство на это реагирует. Там столько параметров, которые тебя могут и оправдать, и обвинить одновременно. С одной стороны, ты убил человека, а с другой стороны, тебя могли убить. Слушай, когда это самозащита, то дают либо как условный срок, либо вообще оправдательный. Если это прям явная, доказанная самозащита. Вот как ты это докажешь? Ну, свидетели должны быть. Мне дали полтора года условно. Жизнь просто под откос пошла. Ну, слушай, полтора за убийство. Условно. Условно. Да, она так не сидела. То есть, не, подожди, условно. Полтора условно. Что это такое? Условно это ты не сидишь. Условно это ты, типа... Отдыхаешь. Ты какие-то работы проходишь вроде как, и ты под наблюдением. Если ты за эти полтора года что-то сделаешь, тебе тут реальный срок. Да? Серьезно? Кто сидел? Расскажите, пожалуйста. Насколько ясно? Я смотрела где-то сейчас суда. И, по-моему, условный срок это вот оно. Постоянно у меня дикое желание вернуться назад в прошлое. Еще раз убедить. В тот день и просто даже в квартиру не заходить. Я всячески пытаюсь себя уверовать в то, что он где-то сейчас живет там. Ну, не знаю, что он просто переехал. Ну, что он не убит. Вот. Блин, ну это жестко, это жестко. Какой бы ни был человек, это жестко. Нести ответственность за этого делила. Да, за его смерть. Потому что я считаю, что ни один человек не имеет права забирать жизнь у другого человека. Блин. Я жила и всегда думала, что я хороший человек. Но после этой ситуации мировоззрение и отношение к себе полностью поменялось. Ты же теперь не просто человек, ты убийца у тебя. Ты прям убийца. И даже неважно обстоятельство, просто сам факт немножко корежит. Ну, я не испытывал этих эмоций, но я жестко. Я не знаю, смогу ли я себя простить. У меня марафоны были. То есть, когда ты наркотики употребляешь, и тебе легче. Ты начинаешь забываться. То есть, я антидепрессанты пила, которые смешивала с алкоголем. Я чуть ли не передозы ловила. То есть, меня откачивали. Там даже вены резала. Лучше бы эта ситуация обернулась наоборот. Капец. Вот, блин, в чем она виновата? Я не могу. Вот ты смотришь, и я просто не понимаю, вот в чем ее вина. Вот, условно. Потому что она защищалась и случайно убила человека. Нет, вот в целом вся ее жизнь вот так развернулась. И кто в этом виноват? Она просто в кашу ее замесила с родственниками, с этим непонятным. Блин, как это назвать? Отчим? Это не отчим. Кто это такой? Скорее всего, у нее и с бабушкой отношения испортились после этого. Меня не стало. Тогда бы у меня не было так плохо. Так они снимают, прикольно. Вообще, продакшен невероятно крутой. Я смотрю, вот дизайн, особенно мне нравится дизайн последних сезонов. Впоследствии ее агрессия росла в геометрической прогрессии и привела снова к убийству. На этот раз преднамеренному. В каждом все можно изменить. Ну, хочется прожить нормальную жизнь. Жестко на этом манипулировать, что она еще убьет. Блин, ну вы чего? Она же случайно убила. Да, это типа, ну этот раз был, но ты уже распробовала, каково это резать людей. Жестко, не знаю. Ну, ребят, не знаю. Мне кажется, она реально очень, не знаю. Она теперь бумагой режет хлеб. Ну, типа, я даже не знаю. Вот с ней жесткий, мне кажется, был ролик. И вот с девочкой, которая про аборт, мне кажется, тоже, когда больная, такая тема. Ну, вы что, ребят? Ну, возможно, только во сне как-нибудь безболезненного мерить. Блин, страшно, в натуре пиздец. То, что и Коля. Это Коля, да? А тут Костя Коля. Это Белла. Что с тобой сейчас будет? Я забыл. 11 января 2024 года тело Беллы Кузнецовой было найдено под окном ее дома. Ее бабушки усугубились проблемы со здоровьем из-за постоянных конфликтов с внучкой. Белла не смогла побороть чувство вины и выпрыгнула из окна собственной квартиры. Я боюсь без бабушки остаться. Она ни в ком не видит больше поддержку или помощь. Она и во мне этого просто не видит, потому что я почти дома не бываю. Ну, да, блядь, я изменю все. Я все изменю. Не будет так, как здесь. Я все изменю. Это довольно тяжело видеть. Это не мое. После этого видео у меня в голове вообще абсолютная пустота. Мне ни людей, ни бледей, никого, как себя видеть не хочется. Здравствуйте. Блин, они не всех нам показали. Ну, пока нет. А что Настюшке показали? Пока не показали. Не знаю, методика жесткая с одной стороны. Нам еще одна девочка с короткими волосами. Да, нам еще, кажется, двух девчонок не показали. Ну, типа напугать, за последствия как-то объяснить. Просто интересно, вот люди разве не понимают? Ну, взбодрить их. Взбодрить, типа. Вы что творите? Очните. Смотрите, где вы будете. Здравствуйте. Меня зовут Лебедева Елена Олеговна. Я психотерапевт. А, вот, психолог. Е-е-е, есть психолог, оказывается. Хотя я в комментариях читала, что вроде как в этой части психолог стрёмный, а в остальных хороший. Не знаю, что-то такое я читала. Ну, да-да-да, я тоже видел, что в других частях повеселее. Не с психологом, а именно с терапией, с методологией. Ну, да-да. Я, ну, типа, мне зашла. Ну, моя бабушка. Психотерапия – это лечение. Если мы хотим по-настоящему что-то изменить в своей жизни, если мы хотим по-настоящему проработать внутреннее, давайте просто быть честными. Вы согласны? Да, согласны. Вера, вы готовы рассказать девочкам то, что произошло с вами? Ну, у меня есть судимость, уголовное дело, которое хотели начать вести по статье убийства. Я вообще охуела по-настоящему. Если не испугался, у меня аж мурашки по телу пошли. Ну, реально, там всех Настя пинает, там еще вот, а Белла раскидывает. А Белла, да, такая, ого, просто тихая девчонка, никого не трогает, сидит просто. Так она реально тихая, мне кажется, она, она вообще, мне кажется, безобидная. Я вот поэтому и думаю, что и впаяли второе убийство. Впаяли, ну, в смысле, предсказали. Поняли. На меня напали. Так. Это мужчина бабушки был, который, когда выпивал, постоянно лез ко мне драться. Он влетел в комнату с криками. А я просто хотела его оттолкнуть, и так получилось, что вытянув руки, у меня же в руке нож был, а я не поняла этого. А потом я уже просто руку отпустила, а нож не упал. И я стала причиной его смерти. То есть ты обвиняешь себя. Я себя ненавижу за это. Я всегда хотела, чтобы умерла я, а не он. Ого. Каждый бы считал себя виноватым на самом деле. Ну, типа, это же ты лишаешь кого-то жизнь. Один хоть ты, ну, считаешь себя виноватым. Я не считаю, что Вера – убийцу. Она себя защищала. Это была экстренная ситуация. Ты была у психолога, Вера? Я была не у одного психолога. Мне не становится легче. Я не могу себя за это простить. Я была не у одного психолога или не была не у одного? Я была не у одного, то есть у нескольких. Ну, я так поняла эту фразу. Я думаю, что мы в процессе нашей работы, да, в процессе нашего взаимодействия, мы обязательно переубедим Веру в том, что никто, Вера, не убийца. Иди сюда, иди тебя. Иди тебя к нему, поцелуй, потому что, слушайте, ну он правда нарывался. Человек 7-8 лет издевался над ребенком. 7-8 лет? 7-8 лет? Это откуда эта инфа? Ну, видимо, она же, у них есть же портфолио их какое-то. Ну, ребят, 7-8 лет – это жестко. Слушай, ну пока психологиня не говорит какого-то трешака. Ну, она очень эмпатичная. Очень эмпатичная женщина. Кто-то говорит, что это плохо, но я думаю, в этой ситуации... Какой стресс-консультация, что тут устраивать. Думаю, несколько раз должен быть эмпатичный. Причем, мне кажется, классно, что они устроили групповую терапию. Потому что это очень сближает девчонок. Каждая раскрывается постепенно. Они меньше будут драться друг с дружкой, чем отдельно. Там и отдельная нужна, понятное дело. Ну, типа классно. Она не убить. У нее был выбор. Либо она, либо он. И она выбрала свою жизнь. И она правильно сделала. Ась, скажи мне, пожалуйста, вот та история, которая произошла с тобой, которая, очевидно, тебя надломила. Я не хочу говорить сейчас. Я только успокоилась. Сегодня ночью в реанимации скончалась Ася Митронина, съев накануне пачку таблеток. К этому шагу девушку подтолкнул второй аборт, который она сделала по принуждению мамы и молодого человека. Я просто увидела то, что я переживаю. Все, я не хочу. Если пьян шла еще раз рассказывать, я боюсь, что я опять бы ныла. Это такие нервы, это все вспоминать. Я, конечно, понимаю, что когда человек рассказывает, становится легче, но, блядь, не в данной ситуации. Так мило, что они друг друга поддерживают. Я хочу, чтобы ты вышла из нашего проекта человеком, который сможет это рассказать достаточно легко. Она ведет себя как дура какая-то. Но человек может в своей истории. Черт. Мне кажется, она не открывается. Я вижу какую-то запертую дверь. Ну, сложный человек, ну, че вы. Настя. Тем более, когда куча народу. Ну, че. Ладно, ладно, ладно. Потому что там вообще история, насколько я понимаю, про аборт. Ну, не каждому человеку это легко дается. Не каждый этого хочет. При том, что это было по принуждению матери, как я поняла. У меня куцает представление о статистике, но вроде бы ни одна девушка не выходила из этого прям без чувства вины. Даже если кто-то это делает осознанно, ну, то есть, типа, вот сейчас нет детей, да, там, или еще что-то. Или там нет финансовой возможности. Или тебя изнасиловали. Или тебя изнасиловали. Это все равно не дается, типа, ну, типа, да, все. Блин, мне так нравится, кстати, как... Удалили прыщ там, не знаю. Мне так нравится, как спекулируют на эту тему. Ну, я листаю шорты или где-то вижу, и там человек, который выступает против абортов, и он такой, ни одна девушка, совершившая аборт, не осталась без последствий, оперируя к тому, что аборты совершать не надо. Ну, зато какой-то ребенок остался. На одной стороне, да, у тебя ребенок, которого ты не любишь, от условного какого-то маньяка-насильника, а с другой стороны, у тебя переживание за совершенный аборт. И то, и то дерьмо. Тут дерьмовая ситуация, с какой стороны, не посмотри. Вопрос в том, где дерьма меньше. Ну, не надо, да, думать, что люди, которые на это решаются, это им очень легко дается, и потом после этого им, типа, все равно. Да, просто у нас в обществе, потому что вот у нас две истории буквально, а девушка убила отчим, ну пусть будет отчим, я не знаю, как называется, любовник бабушки, пусть будет отчим. Да, а с другой стороны, вот Ася, она, получается, испытывает, может быть, те же самые чувства, потому что она убила своего ребенка. Ну, возможно, это... Нельзя сказать, что убийство, но, возможно, она это так воспринимала. Но я поэтому и говорю, что восприятие. Ну, то есть, юридически мы не будем сажать Асю за то, что она аборт совершила, но морально она может воспринимать это как убийство. Тем более, когда общество все еще... Поэтому совершенно нормально, что она сейчас, возможно, при всех не хочет об этом говорить, потому что, ну, ну, я не знаю, ну, не готов человек к этому, ну, неприятно ей. Вот девочки, надо сказать, не очень тебя принимают. Это очевидно. Это очевидно. Блин, реально, сколько я убили в жизни, я не могу, блядь, смотри. Обиженных, нахуй, сюда выгружаем, отвечаю. Да, Настюш? Да она тупая, нахуй. Она алкашка. Ей, блядь, еду не давай, вино, блядь, наливай. Пизду она пошла, вообще тут не место. Человек, мне кажется, очень какой-то сгныльцой. Неизвестно, что у нее на уме. А с чего такие выводы? Чтобы ты рассказала свою историю. Я не считаю, что нынешнюю минуту подходящую для этой ситуации. Я, Горя, мне вообще стараюсь не видеть с тюрьминами. Ну, какая минута, дело не в минуте, дело в том, что все бьют перед ними раскрываться. А, поэтому, ну да. Блин, да, вот тут сказываются проблемы общей терапии. Обычно для групповых схожие проблемы, и все в целом настроены на какое-то дело. Может, они все равно расскажут? Ну, нет, ну одна уже не рассказала. Блин, я бы не раскрыл себе. Нет, они про нее, про нее разве рассказывают? Я бы даже всем интересен. Мы хотим тебя понять и услышать. Потому что мы ничего о тебе не знаем, они известность пугают. Просто мы тебя знаем только с плохой стороны. Пожалуйста, расскажи, я не хочу, чтобы ты была мальчиком для битья. Девочки должны понять, что человек пьет не просто так. Если я сейчас расскажу эту жизненную ситуацию, то логично предположить, что меня перестанут бить? Да. Все очень сомневаются. Наша такая, ну, честно сказать, я все равно планирую. Отец особо никогда не страдал крезвым образом жизни. Я осталась наедине с матерью, и она уподобилась его позиции. Периодически можно было найти ее под столом. При этом она говорила, что все нормально, она просто устала. Я не понимала, почему так происходит. Отношения с матерью максимально разладились. Если была бы мама, было бы все вообще по-другому. Было бы все хорошо. Мама умерла, когда мне было 17 лет. А у нас с ней случился очередной неприятный разговор. Она очень симпатичная. Она взяла сигаретку, набрала себе ванну, и, видимо, вот эти все теплые пары, никотиновый дым, дала свое, и у нее просто сердце не выдержало. Ого. Это тот человек, который меня безвозмездно всегда любил. Я виню себя, что мои последние слова, которые услышал, достаточно дорогой мне человек, было. Иди. Тяжелый очень чувствую. Прямо хочется это заглушить. Блин. Если я не перестану бухать, то... Я буду на таком социальном дне, что рядом со мной будет валяться обосранный бомж, и даже он будет лучше меня. Страшность даже не за то, что я это вижу, а за то, что я могу видеть это всегда. Это омерзительно. После Настины истории мне правда стыдно. Когда ты не понимаешь, почему человек пьет, ты считаешь его, ну, типа, блядь, бомжом. Вот тут я понимаю, то есть я унижала человека. Тут у всех причины пить. Тут, Настя, извини меня, тут от хорошей жизни в этот проект не приходит. Вы тут все, во-первых, пьете, во-вторых, все не от легкой жизни сюда пришли. Ну, не знаю. Ну, ладно. Тут, видишь, тут реально же стадный момент, типа, свои-не-свои, свои-не-свои. Ну, да, про эту я уже знаю. И эту жалко, эту ведь не буду. А это просто бухает, как черт. Ну, пошла, да. История Насти Буниной открыла мне глаза. Вот теперь кто-нибудь поднимет на нее руку? Ну, не, я, наверное, лучше, блядь, бокал с шампанским уберу от нее. Чем руку поднимать? Вот я, Настя, не думала. Они как, знаешь, как дети, типа. А скажите, можно ли бить друг друга? Нет, наверное, они... Милашки. Я... Мне просто... Ладно, ладно, просто не знаю. Так наигранно кажется. Это наигранно, да. Надо бы сделать вывод. Да, да, давайте сделаем вывод. Будем мы бить Настюшку новую или не будем? Мы тоже, кстати, Настя зовут. Бунина. Да, Бунина. Давайте Настюшка, это наша Настюшка. А вот Настя, это будет... Кстати, там еще одна Настя. Там одни Настя. Бунина, Настя. У меня появилось желание извиниться при ней. Ну, вы еще 10 раз извините. Извинитесь хорошим отношениям. Еще 10 раз длинная. Есть Настя Селянка. Она меня бесила. После своей истории, как бы, у меня немного другое отношение к ней. Ну, вот, ну, рассказала она историю, но, мне кажется, она даже толком этим не прониклась, но просто сказала и все. То есть, мне кажется, она давно от этого отошла, и что она здесь делает, я не знаю. Блин, мне она бесит. Она такая, значит, выше всех сидит такая. Типа, да, нет, да. Мы про нее еще ничего не представляем. Она вообще ничего себе не представляет. Она такая сидит, серая мышка. Не-не-не, я все понимаю, я все вижу. Мы сейчас ее историю послушаем, и мы такие, ой, извиняемся. Все понятно. Да-да-да, мы же ее историю знаем. Мы как Настя сидим, так я говорю, что, Настя, ты что, долбанулась, все здесь пьют, нет, хорошей жизнью. Булим ее. Не, ну реально, что она ведет себя, как душнила последняя. Кто-то что-то хочет сказать? Я... Весь народ узнает мою историю, и просто хуй, типа, я очень... Ну, то есть я по жизни ее это скрываю, как бы. Не, мы знаем про нее уже, да? Про нее знаем, да. Как пули всех потерял. Убили сестру. Изнасиловали. Убили. Снегу закопали. А, блин, убила, убила сестру. Потом брат умер. Он повесился. Кто его обнаружил? Я обнаружила. Пошла в туалет на улицу и смотрю, висит. Жесть. Это охуеть может быть, типа, блядь. Для меня это вообще шок, на самом деле. Белла просто сидит, она скажет, что... Эмоции, да, 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 да. У меня там мурашки пошли по телу. А что с мамой произошло? Ну, сердце не выдержало. Инфаркт? Да. Мне было очень тяжело. Лика вообще меня очень сильно поразила. Очень тяжело было слушать. Папа вообще не помогал. Папа вообще, честно, извините за мат, вообще поебать. Он только сидел, кололся, пел и пил. Я сидела очень далеко, чтобы подойти ее обнять. Я постеснялась, но чисто душевно мне очень сильно хотелось это сделать. Скажи, Анжелика, она рассказывала вам о том, какое будущее она видит для детей? Она говорила мне, никогда не сдавайся. Что бы ни случилось, никогда не сдавайся. У такого человека должно быть светлое будущее, на самом деле. Она не видела нормальной жизни, и мне очень жалко. Я очень рада, что она нашла силы в себе поделиться с нами. Она крутая вообще. Ты в натуре сильна, ты сможешь. Я в тебя верю. Очень трогательная. Я вообще была в шоке. Я не понимала, что происходит, потому что в жизни такого не было, чтобы кто-то мог в таком большом количестве переживать. И, знаешь, опять же, какую-то мотивацию дали. Хорошо, друзья мои, на самом деле, конечно, мы хотели показать вам возможное будущее, которое, в общем, проецируется на ваше нынешнее поведение. Конечно, мы все надеемся, что так не случится. Но я очень хочу, чтобы вы помнили об этом переживании. Я хочу, чтобы вы, вспоминая сегодняшнее, каменели от ужаса и говорили себе, что я туда не пойду никогда, потому что я там сдохну. Я думаю, что именно как специалист, она очень квалифицированная тетка. И в дальнейшем она из нас точно всю дурь выберет. Я хочу, чтобы она, ну, говорила, что вы там, ну, там, и матернулась прям жестко. Да-да-да-да-да, что-нибудь вот вела какое-то такое около людей. У вас там психорасшем. Психолог – это один из важных факторов. Что это? Какой-то на тебе это кажется. Стреляет пальчиком. Единственное, урна до сих пор меня пугает. Она реально выглядит могильной. Ну, да, это... Друзья мои, это никакой не прах. Это земля, которой мы посадим сейчас. Да-да-да. Цветы. Девчонки, которые высыпали. Да-да-да. Это ксюра, которая съела. По нашей теории. Нашей жизни. Задание с цветком, типа, посадить себя новую, типа. На самом деле, это очень сокровенный момент. Ритуал. Да. Неплохая идея. Чего лично? Я сажаю свое будущее. Да. Р editors. Р mies. Р, безусловação bandеря. Субтитры сделал DimaTorzok Девочки, меня радует, что вы осознаете всю чудовищность ситуации, которая, в принципе, может вас ждать Вы готовы не допустить такого исхода? Да У нас предстоит очень большой фронт работы вместе с вами И поэтому на этой неделе мы проведем диагностику учениц школы леди И определим проблемные зоны каждой ученицы Состояние здоровья Пагубные привычки Общий уровень эрудиции Умение вести себя в обществе Наметим пути решения Кстати, вот я видела какой-то пост Вот эта девочка из пацанок с губами Блондинка такая Нет, даже Ася А, всё-всё-всё, всё понял Которая мужчина любит Да-да-да Я что-то видела какую-то новость, что она чем-то болеет То ли у неё какая-то стадия рака То ли ещё что-то, типа, она лечится Я её пост видела в рекомендациях где-то Серьёзно? Я узнала, потому что вот мы сейчас начали смеять пацанок И я как бы узнала её Да Поправьте А главное, мы проверим Все ли готовы к борьбе с этими проблемами? Вы готовы к этой диагностике на этой неделе? Может, как раз тоже выявят какую-то проблему? Добрый путь Блин, так страшно Если меня будут диагностировать какие-то симпатичные мужчины Такие качки накачанные То пусть диагностируют всю Диагностируют у меня полностью мужчин Господи Не пускай, почему нет? Мо-москорщит Йоу Тоже всё фиолетовое под их костюмочки Расположение сельский центр Я ненавижу больницы Воняло просто пиздец, блять И мужчин не было Я её так понимаю Реально, заходишь в больницу И там какую-то смертью пахнет Вот эта вся фармакология Знаешь, если в больнице пахнет, как в аптеке Я люблю этот запах Запах лекарств Не знаю, там пахнет плачущими детьми и дедушками Но есть когда вонючие больницы Их я не люблю Но вот какие-то частные клиники Они всегда очень вкусно пахнут Мне успокаивали только плакаты Вот это против спида Против внеплановой беременности Особенно картинки с энурезом Меня сильно интересовали Я помню, до 18 лет Я же ходила в... Ну, не до 18 Точнее, до того, как я уехала, короче, из Армении Я ходила в детское отделение Потому что, ну, типа... И там всякие раскрашенные стены с зайчиками И там, во-первых, там рисунки детей Во-вторых, там все какие-то плакаты с кормящими матерями Что-то такое, бля Пугает, блин, больше, чем запахи Да нет, это мило А мы зашли, увидели тёлку белобрысом Тёлка белобрыс Девушки, здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Надежда Леонидовна И я главный врач клиники Вы здесь для прохождения медицинского осмотра Я сразу думала, что сейчас в мою пилотку полезут, нахуй, реально Я вот больше всего ненавижу гинекологов Потому что у них воняет в кабинетах, бля Рыбой, бля Тухлой Наша задача, в первую очередь, выяснить Как на вашем здоровье отразился тот образ жизни Который вы вели до проекта Девушек ждёт не просто диагностика состояния здоровья Специалисты медицинского центра проведут все необходимые исследования, чтобы узнать биологический возраст каждой ученицы О, мне, кстати, делали УЗИ Я не помню, зачем Я не помню, зачем Да нет, УЗИ это нормально УЗИ нормально Блин, это так приятно Да Тебя вот этой вот Ну щекотненькая Кремушком Не кремушком Это гелем мажет И так вот вводит Блин, так приятно Я кажется Да, я отравился А может был беременным Я не знаю Ой, вот твою мать Здравствуйте Добрый день Присаживайтесь Что-нибудь беспокоит вас? Насчёт чего? Насчёт рук, ног, спины Ну, на погоду Рука, ну Кого-то 4 сантиметра Это в диаметре А? Ой, простите Сейчас Дед, блин, не пробовал Диаметр, сука Что там? Ну пока хорошо Матка нормальная Что ты здесь увидишь Самое страшное? Мне кажется Как будто я здесь вижу людей Хорошо Вы сами присмотритесь Вы увидите Как будто души Как будто не умирают Что случилось-то? Со мной? Да Ну, небольшая неосторожность Ну, ожирение Это не про меня Я слишком шикарна Назовём это Повышенным индексом массы тела Булочкой это назовём Фитерапивно Надеюсь, я не беременна Никаких изжоги Отрыжки боли Тяжести Ничего такого нет Не могу, конечно, иногда Рыгнуть Ну, это не часто Ну, нет Короче, нам сделали всё это обследование Мы пошли к этой женщине В белом платье В платье Давайте посмотрим на ваш биологический возраст Двадцать? Нормально Двадцать Нормально Ну, получила пару инсультов Может, не двадцать Может, там ещё накрутится Да, там просто перерез сделали Сейчас закончится И там сорок пять Давайте посмотрим на ваш биологический возраст А, ну вот, видишь Йоу, вы чё? Тридцать два года И если вы кардинально не измените свою жизнь Вы будете выглядеть вот так Так Ой Это они чё? Фейсап засунули, что ли? Не, ну это вообще-то не очень по-медицински Я не знаю, как это сказать Как будто сегодня серия Посадить девчонок на очко По полной Да, да Блядь, ну я ржу Отвечаю, но это бред Да я не буду Но это реально Это фильтр в ТикТоке Да вы укораете В ТикТок загнали И прогнали по фильтру Это фейсап Так выглядит Я возмущена была на самом деле Типа меня это пиздец как выбесило Ну я понимаю её Похоже нахуй На старую, блядь Но, со справедливости ради Черты лица сохранили То есть фильтр от работы Да понятно, фильтр сохраняется Подожди, сколько ей должно быть? В тридцать такой? В тридцать два Вот такое лицо в тридцать два? Такое это нет Это как надо пить Нет, это видимо В каком-то будущем В каком? Когда из семьдесят А кто так не выглядит Ну, я угораю Не нахуй, это хуйня Я такой не буду сто процентов Я разделяю эмоции Анастасия Петрова Оооо Блин, какая она красивая У вас есть нарушение ритма сердца Какого ритма сердца? Вы вообще слышали мой пульс? Ваши многочисленные травмы Привели к такому результату Сейчас мы посмотрим Сколько лет вашему организму Йооо Вы че? В тридцать восемь Слушай, ну она Она прям, ну, нормально Нормально Это типа Я не понимаю Это она в тридцать восемь Должна так выглядеть? Или в какой-то абстрактную? Я хз Типа в шестьдесят Ну потому что вот Наверное, неплохо выглядит Такая женщина В шестьдесят? Ну в шестьдесят, да Вообще кайф Да нет, да вы гоните Ну нахуй так жить вообще Она реально Она просто вот Подходи Гливудская актриса Она очень красивая Бабулька какая-то Для следующей серии Терминатора Нет, вот даже бабулька Вот даже вот так Ее чуть-чуть приодеть Просто красиво Она у нее Очень красивая внешность У нее и у Беллы, кстати Да Вот Белла очень красивый андрогин Она просто сейчас Андрогины Это типа люди Которые носят себе Черты и мужские И женские Типа это не обязательно Связано с половыми органами То есть допустим Генетически вам Скулы какие-то большие Передались И иногда это очень красиво Белла очень красивая внешность Вот прям Ей волосы сделать Красивую укладочку Вот у меня две фаворитки Это Белла и Ну я тоже Но они правда Красивые девчонки Да даже не потому что красивые Они какие-то Не знаю Забавные Тина тоже Тина тоже красивая А Ася мне нравится Ой, не Ася Ася, а вот эта девчонка Которая покрашенная То ли тоже Настя Залют Ну короче Я очень давно не общалась со своей бабушкой Она меня очень сильно бесит Я очень сильно ее не люблю У меня даже нет ее фотографий Но когда я увидела себя Я с бабулей поздоровалась Клянусь Внешность является Баба Нин привет Отвечаю не сильно расстроена у вас есть проблемы с гинекологией есть кисты есть подозрение на вирус папилломы человека который передается половым путем на все хорошо блять да хватит я не шлюха блин который ебется каждым полчаса у меня все нормально я знал я каждые полгода проверяю что заебись они не спитом ничего не болеет те насколько вам сейчас 20 я уже выгляжу 39 но девчонки помоложе у меня партнеров больше чем ваш вот вы точно также фейсапе угораем накидываем фильтры смех мне не понравилось что я увидела на фотографии это был это был бред собачьему я в 39 ты будешь так выглядит да ладно а нет слушай это правда я видел женщину прям прям как кратно пьющую она примерно прям так и выглядит в основном типа вес прибавляет возраста но нет еще у тебя отеки лицо все глаза впадают высыхать там все а только толка от алкоголя постоянно ошибается картошку не берут на муравейник ну и наркотики и на это вам смешно мне же до пизды начнет свидания хорошо поговорили даже если бы я наркоманила бухала не знаю снималась со всеми сексом блин каждые полчаса я никогда так выглядеть не буду в своей трассе даже если даже сеток этим занималась с десяти лет нет бред собачь ксения прокофьева это я здравствуйте здравствуйте у вас она почему-то мне меньше всех нравится на даже меня немножко раздражает не могу понять пока почему но она меня вот просто она она очень переигрывает она очень активная какая-то у нее шутки какие-то не знаю я прям крыжовы от нее извините это баллический синдром такое а метаболический синдром панкреатит полицистит я даже слов таких не знаю я не знаю что они означают желчекаменная болезнь у всех девочек там по 5 болезней а у меня 22 на у меня простатит блять целлюлоз простатит это мужская болезнь метаболическая простатит это же у мужчин ну простата болит наверное да да я точно знаю что это мужская болезнь простатит она уграет или реально простатит поставить не шарит просто синдром посмотрим на ваш биологический 60 60 лет давай сейчас вам 19 лет да я вашу организму 34 года блин а вы не видите да мы своим пузырем закрыли все что мы закрыли возраст да 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 почему мне так много заболеваний я такая живучая слышь ты блять белоснежка на 7 гномов на если бы ты бы так нос въебали как мне блять сейчас я стою перед тобой я бы тебе тоже блять твои 54 не дала бы 34 года вы будете выглядеть вот так я уже пуль у меня бабушка 67 лучше выглядит наверное бабушка ваша вела другой образ жизни да нет на самом деле если честно это все конечно очень взаимосвязано очень образ жизни какой-то ведешь это какой-то понятное дело все очень взаимосвязано но еще существует сраная генетика который насрать на ваши болезни на то что вы едите на то что вы пьете ну правда есть люди которые мне кажется все можно ушатать даже самую лучшую генетику хотя я видел людей людей которые всю жизнь курили мне кажется я понимаю про кого не знаю не суть и они выглядят у них кожа молодая просто так подтянутая ну а есть люди которые блин обмазываются спф блин с 10 лет и все равно у них морщины и все на свете и не пьют и и веганы и все с ними хорошо но херовое здоровье херовая внешность это я это это секундочку это ни в коем случае не оправдание ужасного образа жизни типа если у вас хорошая генетика живите как это я не к этому просто нужно учитывать этот фактор тоже совершенно разные человека которого ну просто в лицо укусила целый улей насекомых не надо так будет вот про нее я верю она же так выглядит а просто загорела немножко хочу вы спорили где ну типа всех показывать не будут нам быстренько взяли закинули а чё не будут так на часа дедок вверх как это называется наталья вот кости да я их спутал а и по не похоже до 40 и 46 анжелика 43 ну конечно же блогу он прям дедушка ну да все запутали выглядит как пацан костя и и в целом вот результат мне очень хочется посмотреть как кость я волосы отрастит или что-то я сейчас говорю как сексист сраный который просто хочет каким-то стандартом привести женщины разные бывают но мне интересно посмотреть как она будет выглядеть просто ухоженная ухоженная давайте ухоженная не к какому-то там градус ухоженная ну типа ну по-любому так и есть теперь я в это верю дать екатерина она уже есть честно достаточно взрослый 53 да ладно а что так много то такая прикинь а мне 42 все нормально все это из-за лишнего веса это же все равно большая нагрузка там на сердце в целом на организм доезда офигела я вообще не 22 года была моей бабуле так мило екатерина вы единственная из девочек кто вообще не поменялся ну чуть загорела и чуть морщины появились биологический возраст составил более 50 лет но я вижу основная причина это лишний вес ну да 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 это очевидно да 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 блин бедная девчонка а как это вообще рассчитывается то есть какая-то формула по которой тоже лишний вес да но ей 32 3032 видишь насти наверное физически активную жизнь не видит хоть это и плохо наверно что там дерется и убьют в колене целом она двигается а вот забыла как девочку зовут тоже молодой но организм тухлый вообще дг ахаха вам кажется это смешно это ужасно если вы не нажмите за свое здоровье да это может привести непоправимым последствиям просто мне интересно какую реакцию она от них ожидает все смешно суки не смешно понятно что это все очень грустно и грустно ну можно как-то напряжение снять девчонок си вам смешно девочки на чем вы сми расскажите мы все вместе посмеемся уже совсем скоро вы задумаетесь спасать нужно себя уже сейчас послышал спасать нужно вот наталья вылечит меня вылечит всех вылечит в общем ну ася и наташа они над наталья это наташа да они да они похожи и в целом даже шокированные горькой правдой о своем здоровье девушки отправляются на следующий этап диагностики нас привезли в белую комнату выше нос пацанки впереди приятные мгновения ведь сейчас вам предстоит сделать первый шаг на встречу женственности шаг на каблуках это будет смешно блин это знаете классическая сцена в каких-то фильмах про перевоплощение когда девушка на первый раз учится и потом с лестницы спускает потом падает каблуки такая противоречивая тема ну женственность прям в каблуках да я на самом деле пересмотрела свое отношение к каблукам я раньше считала что это вообще реально очень женственно очень красиво но когда я повзрослела а точнее постарела я поняла что у меня уже нет сил как не знаю как в 17 лет каждый день ходить на каблуках это очень больно мне было шесть когда я попробовал у мамы взял каблуки просто по мне кажется это вообще дичь какая-то реально вредно это реально путь к варикозу какому-то ну серьезно то есть одеть на какое-то мероприятие разочек чтобы это подходило под платье и было красивенько да носить это на постоянке каблуки и женственность все не решается будущие леди сегодня каждая из вас станет выше выше и ближе к образу грациозной пластичной изящной девушки мария третякова на каблуках я наху так на пускном было 10 минут для сразу и скинула и пошла дальше ходить и лампичный балет ты носила каблу я нихрена я не понимаю как я буду в этом мы будем как модели ходить это больно как я за этой девочки пойдет которая с губами большими тина из всех нас на каблу умеет ходить только двое и отчики чики походняк максимально были коровы я не я выскажусь мне реально противоречивые мысли по поводу короче женственность это к такой конструкт собирательный больше является порождением культуры и они пола то есть 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 как бы вытекающий из пола там я не знаю вторичные половые признаки и все что с ними связь то есть то что в здоровье наверное вытекает а это культурная особенность и причем культура такое женственность да еще такое женственность должна ли быть вообще мне очень нравится образы современные где девушке у них очень прикольные кроссовки вот это это классно комбинируется с многими образами и это тоже очень выглядит ну как бы женственность сука ненавижу это слово мужественные женственность настолько уникальные понятия то есть они больше наверное от личности вытекают чем они скорее загоняющие тебя в определенные в зеленые рамки в определенные ожидания да и ты знаешь это типа как это как с лифчиками то есть если ты не носишь лифчик то ты не женственная или ты женственная на бретельках скорее типа вот что же это платье женственность это платье юбки да наверное но если ты в штанах да ты не женственная от этого кто говорила одри кажется говорила что типа я буду выглядеть сексуально и женственно даже если вы наденете на мешок мешок или что-то такое ну то есть типа а ты же все равно какое-то ощущение себя да это немножко про другое допустим а мужские брючные костюмы на женщинах есть это же это же это же секс тоже это что же очень красиво то есть это это становится ли человек от этого не женственно девушка условно блин нет ну вот какое-то издевательство с кубуками вопрос у меня например нет четкого определения того что такое же потому что это не определенное понятие вообще какая-то херня не понятия ну правда мужественно мужественно что такое мужественность яички машинка я не знаю блин чё еще денюжки большие накаченные ручки я понимаю что они хотят сделать из них это круто я не говорю что зачем вы надели у меня вопрос просто отражает ли это женственность ну да наверное какую-то субъективную каблуки у бабушки походе она не стала прошла два шага и 1 2 1 2 каблуки конечно я в рот ебала очень сильно и вообще во все щели в принципе ну на самом деле по ощущениям то есть я поняла что когда стоишь такой обуви даже в принципе высокой ну не знаю как то все больше ну девочка что ли ощущаю наконец-то мы были с тобой здесь рубин мы были с тобой здесь это та самая это та самая студия где кастинг на комеди-бартл проходил мы были в этом павильоне добрый день девушки подождите пожалуйста знаете каждая девушка от природы награждена грацией пластикой а просто в некоторых из вас это пока еще спит судя по всему для многих из вас сегодня будет дебют первое дефиле на каблуках я шокировала потому что жизни такого не было чтобы разобраться насколько у пацанок развиты женственность и элегантность преподаватели школы леди решили устроить эксперимент там же танцевальная там же танцевальная студия там были репетиции шоу-танцев да 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 и там в целом студии с этими атрибутами всякие очень приятные чувства причем еще и дождь тогда шел классическое дефиле однако девочки еще не знаю что находим вместе с ними выйдут и другие модели задача которых показать образцовую женскую поход оценивать дефиле будет специально подобранная фокус-группа выдержат ли пацанки этот простой экзамен за мне это там не тут девчонка который это как вампирша я каждый раз смотрю черная кучерявенькая вообще все худе справится и на и так наше первое дефиле господи вот ты а паршивый в давайте я дам задание которое ты никогда в жизни не делал и буду ржать на тобой стань на каблуки псины и пройдись моя бабушка восемьдесят пять лет так ходила это календарь ты сама как бабушка восемь не слушайте не слушай знаешь что я я понимаю этих людей но почему-то мне хочется их обосрать потому что они сейчас делают то же самое не реально пошли которые никогда не стояли на каблуках какая разница ты никогда в жизни этим не занимался даже если типа тебе положено потому что потому что девочка да должна ходить на каблуках ну типа вы вот так стоят и ха 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 просто вот стоят эти ладно подожди они может не знают их предыстория им просто показывать девчонок хотя все равно какая хрен разница да не ладно хорошо сними штаны сними штаны покажи свой маленький хер давай давай покажи нам на морозе не ну серьезно то есть как бы ты ждал ты же мужчина у тебя там должны быть или денюжки свои покажи по каким критериям и отценивать дом да где твоя хата давай дерево дерево сука где я не вижу рядом с тобой коляску псина это крученица они кричали что я великолепная прекрасный вообще рождена для этого шучу побереги ноги снимай каблуки и спускайся оттуда я я в херах не вы каблук ему в глаз бы засадил если это их реальная реакция пошли не в жопу если это сценарий сказали обсирайте девчонок чтобы они поняли как все у них плохо и хотели измениться это просто походка алкоголички за бутылочкой за фульфу реком 6 отбивись я ваху блять стоит какие-то хуеблюди на блюде по расстановке ног на самом деле кажется что это парень если бы я видела кто это оборота слабый хоккал обе блог как настоящая леди нет ладно хорошо смотрите вы учите девушек держать себе все это то есть там тебя просто полоскают сзади за ширмой причем анонимно они не видят кто там что-то высказывается то есть леди разве леди не может поставить хулигана на место она не может сказать мужчина это недостойное поведение джентльмен и засадить ему пощечину почему почему это не проявление женственности как это двойные стандарты сучи не реально простите меня просто очень сильно зацепило я полностью стороне девочек это уверенная походка стриптизерши каждую как ты это выяснил как ты это выяснил ерунду идешь по ульгу девушка идет по улице очень уверенно походка на каблуках модели они жену все бывшие стриптизер и шлюхи выбирает ну тут явно уверенная львица сразу это что девчонка ходила на каблуках неоднократно ну было приятно если честно там очень приятно слышится адрес хорошие слова идешь и вот эти не знают это четко порабиться для воды для воды ужасно и мод принципе лучше бы я этого не видела как уж и девки на них ходят я не понимаю так жалко и походка грациозная это кто братан каблук сто процентов не твои мне кажется я намного лучше пройду очень как будто в к комментарии что это не пишут не изысканные ноги кто это изысканные ноги походка как охранника в магазине ну это мне кажется супер вообще просто девочка фаворит я была очень рада что кому-то сказали комплименты сделать погопнически ходит а будто в магазин за пивком я прям мужская походка возможно это парень конечно типа дайте мне еще шанс я все самоуебала после испытаний мы все пошли посмотреть на глазам обидчиком и мне в глаза скажи девушка ли парень ну ты не видишь прошу лет не вижу где я парень обидно то что меня называть когда у меня такая жесткая внешность и я к этому стремлюсь анжелика не только провалила дефилет но и не справилась со своей агрессией и это ставит под угрозу ее дальнейшее участие в проекте а дальнейшие яйца этого чувака это не ставит под угрозу нет ну это вот просто ты оскорбляешь человека причем у меня это вообще мне так такая такая несправедливо и жесткая не знаешь а кого они хвалили кроме тины даже не хвалили она по очень неisan но и на эд Platini на тоже натberger натали они еще двоих похвалили когоу ну типа тину похвалили потому что что они хвалили достаточно указали на клубка ходили по хвали или только с розовыми волосамиnicанку ну Которую нам показали Блин, так нечестно Ну это неправда несправедливо Счастью, остальные ученицы школы леди Сумели избежать конфликта с фокус-группой И у них еще остается шанс Услышать положительный вердикт Итак Это типа урок на провокацию Я не знаю Ну а как к этому относиться Типа в этом было задание Ну тогда я бы его провалил Дорогие девочки Я от всего сердца благодарю вас За участие в этом Сложном эксперименте Дефиле По результатам дефиле Мелые дефилируют на каблуках По мнению зрителей Вероника Жукова Ну тут явно уверенная львица Сразу видно, что девчонка ходила на каблуках Вероника О май гард Я честно, я не согласна Не лучше меня Я вот так вот считаю Честно говоря Тина Франк Это уверенная походка стриптизерши Каждую досочку выбирает Ну Тина это понятно Ебать, она со своим хвостом Аху, бутакая, блядь Не вообще все заявились Но Увы, не ваше дефиле Зрители определили как наиболее женственное И грациозное Больше всего понравились дефиле Моделей И это не ученицы школы леди Я, блядь, сука, я опять участницу ждала А мне такого нибудь разъевать Там были модели Прикольно, если бы они их обосрали Да не, они же знают, как должна выглядеть Шлюшья походка Какая уверенная львица Вот, что я жду участницу новую А вам было бы интересно Настя с ними познакомиться? Да, да, конечно Хотите? Да А это пацаны, прикинь Давай, давай, это должны быть пацаны Какие ножки появляются Я думаю, нихуя себе там цаццы Думаю, там такие модели Я как визуал, я прям сквозь ширму видела Что там кто-то красивый Бэм! Кайф! Блин, ну вот это круто Это реально круто Это очень круто Учить должны, ну как бы Профи Да, профи Блин, это Это очень круто Это очень круто Вот эти вот места ног, блядь, сука, толще, чем у них Все бухать с ними, блядь У них организм... Но вены выдают, вены выдают По-моему, не вывезите пробку, да, понюхать По-моему, не кончится с ними Вот эти прекрасные молодые люди Научились так дефилировать на каблуках В силу своей профессии Это... Они... Шлюхи Преститутки Как это? Стриптизеры В силу своей профессии Они ни в коем случае ориентации Мы такое не признаем на канале В нашем Шилы Танцоры в стиле волк Класс Там же на цыпочках надо ходить, да? Нет, на каблуках они танцуют Да, серьезно? Вок Я думал, что это лапша Да, я просто не знал Я не знал, что ты на каблуках танцуют По-моему, да, поправьте, если я не права Привет, диктанки Какие красивые мальчики Забудьте все, что вы думали и знали О своей походке Уже через несколько часов Вы научитесь не только танцевать И ходить на каблуках Мы научим вас летать на каблах По всем Арбатам По всем бульварам Будете убегать от своих подписчиков и фанатов Сегодня мы для вас поддержка и дружба Блин, вообще Какие мальчики хорошие Не знаю, вот это меня вдохновляет Да Настоящие мужчины Я чувствую, что я переборщил свои агрессии к хейтерам Да ну они меня выбесили Ну, правда Они меня выбесили Диванные критики, блин Как мы Блин, ну это жестко, реально Причем это никак не обсуждается Ха-ха-ха-ха Это никак, это не Какой вывод из этого? Какой вывод из этого? Что они конченные Я готова учиться ходить на каблуках с этими ребятами Научат нас Он тоже, знаешь, такая ебашечка Не знаю, слушай Ну я думал, я проебусь Что нормально? Что нормально? Обсирать людей? Значит, они высказали мне не высказать А не высказали Не, ну у меня это выбесило Не знаю С заданием, потому что мне уже ноги натерли короче пришли мы танцевать с этими мальчиками я сейчас предлагаю нам с пацанами станцевать что вам сегодня предстоит выучить хорошо какой танцевать а там по-любому же среди девчонок есть девчонки которые которые таких взглядов типа да 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 он как баба мне кажется вот это вот с челкой белой такое говорила наталья что реально мы вот знаешь прикольно вся вот протриахальная система такая внутренняя знаешь когда там переходная надо девчонок завоевать надо что-то придумать надо что-то это научитесь танцевать на каблуках все будут ваши просто давай ты поехали ну смотри никто пацанов не засрал ты как тяжело капец мы добьемся того чего ты хочешь и все мы хотим я в тебе верю хорошо ну класс давай еще раз я не умею коленки выворачивать мне кажется это настолько сложно это совершенно другая группа мышц задействуется как с первого раза мне кажется это прям надо ходить а можно стрибы пожалуйста я не могу на луках ходить почему стрипы что такое стрипы на танкетке у него эти белые помнишь белый или зеленый не помню с большой с большой с большим таким каблуком да начали такая танкетка еще такой каблук а танкет подошва не знаю как сказать типа ботфорты типа вот да типа того а я понял они за счет вот этого еще выше чем каблуки ого девочки впервые в жизни стали на каблуки а ты не можешь показать что нормальная танцовщица мне за тебя стыдно и я чувствую себя как медведь в каблуках это он тину так отчитал типа что-то девчонки перерас на каблуках а ты они интерес они не могли дать им какие-то носочки чтобы не так сильно натирала это помогает вообще да просто меня очень сильно все болит и делаю это сквозь боль я уже не могу я на пределе как я могу что-то показать если у меня хреней как все болит задолбал вперед назад ручки назад и корону блять сука назад ты чё сюда пришла бамбук курить по факту до финала на каблуках хуярить надо ходить не хочет абсолютно барабану на их мнение что они будут говорить спасибо вам большое можно сказать большинство и валятся с ног как оказалось стать грациозной леди за пару часов совсем непросто так это не успеете девушек ждет экзамен то сможет впечатлить марию третякову и хореографа своим дефиле короче пришли мы на экзамен маришка как всегда как звезда вот это вот пушенька как ее зовут кто это так как и в ней на марии марина она все время она сидит у нее где-то в голове играет моцарк мне кажется и стоит наш михаил верши вы пройдете полосу препятствий на каблуках несколько часов назад некоторые ученицы впервые в жизни встали на каблуки они сегодня только ходили невозможно за один день за два часа научиться чем-то более того обувь то неудобная они все уже в кровь ноги мясо позоли а сейчас им предстоит максимально грациозно пройти десятилетровую полосу препятствий важно не просто устоять на каблуках но и отработать все элементы танцевок параллельно с этим нужно будет использовать те движения которые мы выучили на нашем занятии не думали что будет полоса препятствий особенно это бревно это вообще это все потому что это страха плохо стало а у него самого устойчивый каблук да кстати у него очень широкий каблук наверное на нем легче прокофьева ксюша прошу вас меня еще плоскостопия между прочим но я собрала себе все силы и пошла и похуярила в лицо вы давай молодец давай давай самое главное глаза и держать лицо такая сарказм все бросовка вообще чувствовала себя как будто я сама вот этот танцорша ворга я просто иду и упил эти ручки что требовалось это то что нужно было я думаю конечно у меня героиня была она прям кульфовала того что она делает это так больно ногам вообще пиздец был я не могла стоять блять мне охота было плакать просто не вы так шалки только кайф ловлю и мне просто мария таки кулу белла кузнецова наденьте туфельки я думал блять я одеваю каблуки и понимаешь что надо идти через силы помните да у вас тоже черная лента у меня все сделать буду так пульсировала быстро про что я перенесла вообще за скрытая голова что за черная лента да 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 типа что они вывалятся если у тебя все получится баланс баланс молодец вспоминает взаиме я хотела плакать я хотела орать я хотела психануть я хотела сказать вообще мне нахуй это ничего не не через большую силу это делать финальная прямая и красивую . сделай очень неловко молодец я даже с тобой то что я это делаю анастасия петрова у меня тоже болели ноги он меня мотивировал был и ужас какой красава настюшка чуть у нее зад вон такая прям сочная да настюшка на мостик стал если вы говорите про спортивный характер и умение себя преодолеть то ты справилась с этим испытанием спасибо мне очень приятно грубо говоря для меня это сейчас был момент как лучшие ученицы недели клянусь ну что значит я не пойду идеально но я сделаю все что на типа как нам не жалко ну ладно ну ладно ну ладно марина как с детьми блин и клац да вы такие молодцы вы очень старались несмотря на боль мы это ценим Считаю, что у меня, типа, для первого раза это вообще, мне кажется, идеально. Анжелика. Анжелика вылезает? Да-да-да, Анжелика. До последнего шага этого бревна не сходит. Для меня это показатель мужества и тем, что они заинтересованы. Они... Это так ломает бочку! Мы заставили их превозмогать себя, чтобы доказать свою женственность. И это такое мужество. Вы меня сегодня поломали. Красава, давай, давай. Я очень довольна сегодня, что я за всю свою жизнь, за 20-го года, я встала на каблуки и кайфами. Классно. Хорош. Наталья, спасибо. Отличная проходка. Вы понимаете, что она как рыба в воде? Ого! Браво! Красиво! Ёж! Вероника, впечатляет! Ну, вообще, это было лишним. Она заебала вообще. Так, ну ладно, а вот как она села на шпагат, это что, почему ее не засрали? Типа, не знаю, выглядишь как шлюшка. Ты должен был засрать. Я не знаю. Я не знаю, это настолько все вот так рядом. Типа, ну что это упало? Это не по заданию было. Так леди себе не ведут. Черную ленточку тебе. Показушнички, блядь. Девчонки выглядели как медведи в кубках. Я бы самый лучший. Сейчас упадет, блин. Тихо. Крикинь. Она единственная, кто упал. Я очень в охуе была, когда она стала как-то, я не знаю, инвалид проходить какой-то. Да нет, это постанова точно, не может такого быть. Такой интерактивный. А как это возможно? Да не может такого быть, она же танцует на каблуках. Это все равно, что ты умеешь кататься на роликовых коньках и не можешь кататься на коньках. Нет, я понимаю, что это, наверное, разные каблуки, но все равно. С лестницы у нас получился. Она могла лучший результат нам, наоборот, показать. И нам всем утереть нас. Мне кажется, она утерла я ее носом. Потому что я там... Потому что она реально умеет все. Она такая... Это подружки мои. Они... Они... Им было больно весь день, да, я немножко это подзбавлюсь? Это же конкурс. Это шикарно все у меня прошло, блядь. Из всех девочек вам дано максимально много. И у нас складывается впечатление, что вы расслабились. Я не расслабилась. Просто мне было тяжело. Тина, там, что вот я там лучше всех. Буду ходить на каблуках. В итоге, как бы как выяснилось все-таки... Ну, блин, ей комфортнее ходить все-таки на стрипах. Неужели такая большая разница? Да я... Я не знаю. Я тоже не знаю. Никогда не ходила на стрипах. Дорогая моя Ася. Когда у вас был балл маскарад... Вы двигались гораздо раскованнее. В кроссовках? Да. В натуре сложно. Так. Вера, как бы, вновь прошла. Приглашаю Алину гор. У меня реально очень сильно болели ноги. Я даже думала насчет того, что может забить и не идти. А потом я думаю, блядь, почему я буду не идти? Думаю, пройду хоть как-то. Безразличие и обесценивание того, где она. Это ж не Терминатор делает все, как они, типа, хотят. Что ж, типа, человек? И, блядь, извините, не Михалков играть на камеру, уебываться, блядь, с этими ебанными движениями. Она не закончила, не уебываться. Смотри, бесит тоже. Она все очень высокомерная. Какая она вкусная тетка. Просто вот реально такая... Но мы не видели ее историю. Мы не видели ее историю, реально. Мы не видели, рано пока еще душнить. Сами душнило сидят. Этапа до конца. Мне, как бы, знаете, ноги важнее. Не хочу сломать ногу за кого-то каблука. Дорогая Алина, почему в вас такое безразличие? Дело не в безразличии. Ну почему вы такая? Культура не позволяет назвать вас этим именем. Дело в том, что у меня очень сильно болит нога. Я не могу нести ее выносить, милашка. Кого она мне напоминает? Из хора. Я уже говорил, кажется. Эму. Эму напоминать-то из хора невозможно. Ну, мне больно было идти максимально. Всем было больно стоять на каблуках. У меня вообще плоскостопие, лапище, как у медвежонка, блядь. Но я же выстояла. Мне нужно быть сильной, а не вот этого от него не распускать. Ну, насчет себя, типа, у меня нет никаких претензий. Я считаю, что я справилась, может быть, типа, я это прошла. Я приглашаю Вику Лазутину. Ветер в хай, я хуялю, блядь, еле-еле. Каламбуры их мне вообще. А где ее значок? Движения были вот так вот, вот так вот. Грудь, тите. Соберись, это экзамен. Виктория, как обычно, клоу надо. Да ладно, смешно было. Села на конус. Может, он гибил? Может, проблемы какие-то? Сейчас сделали все, чтобы оправдать наличие у вас вашей черной ленты. Мне кажется, на выгоне мы ее еще вспомним, и мы с ней еще попрощаемся. Я уверена. Молодец, молодец! Я-о-о-о! Я-о-о! Мне реально молодец! Вот она прям боец. Она через слезы в этом зале училась танцевать. Какая она реально милашка! На самом деле, она очень классная. Да? Я забыла, как ее зовут. Катя? Катя, Катя, да. Ее Катя зовут. Вот она еще вот тоже мне нравится. Вот Настя, получается, Белла и она. Причем реально видно, что ее тяжело. Ее тоже оскорбляют. Ее тоже, ну, как бы, блин. Просто она тоже такая, знаешь, ну, веселая, хорошенькая, на приколе девчонка. Мне нравится. Ходить на этих каблуках. И вот это вот все. И то есть я считаю, что она прошла очень достойно. Молодец! Катюша, да? Вообще, Беллашка! Девушки, я с большим авансом принимаю у всех этот экзамен. В первую очередь, благодаря вере в вас. Совсем скоро вы, красивые, утонченные леди на каблуках, будете вызывать у людей восторг. До встречи! Спасибо вам! Спасибо вам, девчонки! Было очень приятно познакомиться. Ой, такая дичка вообще! Давайте делить это на две части и давайте уже финалить. Да, 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 давайте на этом машинуемся. Слушайте, правда, я хочу, наверное, дискуссию с вами эту продолжить, может быть, в комментариях по поводу женственности и каблуков. Такая ли у них связь четкая, корреляция? Не знаю, мне это очень сложно. Более того, их первый раз посадили на каблуки с этими чуваками, которые сидят, критикуют людей, которые никогда этим не занимались. Я еще могу понять критику в области людей, которые пришли за критикой в профессиональную сферу, потому что эта критика необходима им для роста. Здесь ты просто засираешь человека, который никогда этим не занимался. Да неважно, чем ты занимаешься. Каблуки, не каблуки, женственно, не женственно. Более того, вопрос женственности у меня реально очень широкий. Просто такие есть у нас стандарты какой-то женственности. Причем такие пошлые стандарты женственности, которые сейчас... Это платья, каблуки, молчаливость. Ну да, 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 все такое. Я девочки каждый день. Коротость. Да, я не пухала, 7 лет. Вот все такое, как вы могли. Смеяться вот так вот. Да, да, да. Короче, вообще дичь какая-то. Ладно, это опять же, это дискуссия. Возможно, вы меня в комментариях заткнете и скажете, ты нихрена вообще в женственности не понимаешь, несу сюда свой нос, потому что женщина и каблуки это вообще первое, с чего нужно начинать. Может быть, не знаю, у меня другое на этот счет мнение. Потому что к вопросу мужественности здесь тоже. Здесь пацаны вышли на каблуках. Это что, это женственность? Да, кстати. Или это геи? Кто, что? Нет, ну это вообще же не факт. То есть это, да, это такие вещи, которые очень... Это вид танца. Да. И эти парни таншуют этот танец. Ну, типа, и они не женственные. Это же не атрибут... Получается, если парни женственные, то здесь что-то не так. Ну, в их понимании должно быть, по идее. В это... Просто здесь еще прикол в том, что как будто женственность это для мужчины... Вот здесь это, кстати... Плохо. Здесь, кстати, это не показали, здесь не сказали, что это плохо. Поэтому я не могу чувакам, которые это делали, сказать, что херню лепите. Ну, видишь, у меня все равно не вяжутся. То есть если это женственность, то это для женщин. Если каблуки, это про женственность, то значит, это про женщин. Для женщин. Если это просто состязание, чтобы научиться новому навыку, то нет проблем. То почему это как женственность надо определить? Нет, слушай, на самом деле, как будто бы даже прикольно, что они позвали парней. Да, это сбалансировало. Я вообще с этого хода, конечно, выпал. Это очень круто. Это было классно. Ладно, будем посмотреть дальше. У нас вторая часть этого всего действия. Посмотрим, что у нас там будет. Пишите, что... Может быть, есть что дополнить. С удовольствием почитаем. Я смотрю, вам первые две части очень так неплохо зашли. И на Boosty и на этом. У нас, кстати, она на YouTube выходит. Но там с проблемами. Короче, я так понимаю, пятница уходит с YouTube. Все пацаны позакрывали у себя. Их не найдешь. Не знаю. Но если что, продолжим на Boosty смотреть. Если нет, то на YouTube тоже. Блин, очень классный проект. Мне очень нравится. Девчонки, огонь. Все, давайте, пока. Пока.